Борис Армановский. Кенни. Книга пятая. Заговор древних. Глава первая. Новый дом. Кенни стоял у высокого арочного окна, из которого открывался поразительный вид на небо, полное летающих кораблей и прана зверей. Прошла неделя, как он прибыл в святой город. Его поселили в роскошную виллу и попросили подождать церемонии выбора преемника, которая должна состояться уже через месяц. Если я правильно помню, то именно сейчас проходят испытания преемника в поясе средних гор, сказала Ира. А через 18 дней такое же испытание пройдет в высокогорье. Да, кивнул Кенни. Лишь те, кто пройдет испытания преемника в высокогорье, будут достойны участвовать в церемонии выбора преемника. Но это касалось не всех претендентов. Некоторые, по тем или иным причинам, могли пропустить все этапы испытания и сразу перейти к церемонии. Кенни был одним из таких людей. Раздался хлопок двери, в дом вошел Крис. Кенни отвернулся от окна и дождался, когда дед войдет в зал. Выглядел он не особо довольным. Из-за того, что за Кенни пристально следили церковники, Крис взял на себя роль посыльного. Он покупал в городе то, что просил Кенни, а также тайно встречался с тетей Муной и менял артефакты и амулеты на камни праны и ресурсы. Но что особо расстраивало Криса, он был слишком далеко от города Золотого Камня, и теперь его план по объединению племени Рокка под угрозой краха. Держи. Крис положил на стол неприметное колечко. Объемный артефакт среднего качества. — Спасибо, — Кенни кивнул. — Есть новости? — Глобальных вестей нет, — покачал головой Крис. — Праны звери продолжают атаковать людские города, но паника немного стихла. — Как с миром духов? — Цены на призрачные ресурсы рухнули, — Крис поморщился. — Впервые за всю историю закрылся вход в мир духов. — Хоть и всего на сутки, но это все равно беспрецедентно. Кенни досадливо кивнул. После случившегося цена на амулеты мира духов резко упала. Культ перестал закупать их. Тетя Мона передала, что это временно. Но Кенни не был в этом уверен. Крис понимал, о чем думает внук, но молчал. Он не мог говорить слишком открыто. Вилла была полна слуг, которые докладывали обо всем подозрительном — церкви. Лишь изредка у Кенни и Криса получалось поговорить без лишних ушей. И то с помощью кольца связи. — Как твои успехи? Получается куклу создать? — перевел тему Крис. — Да, — Кенни кивнул. — Все идет гладко. Он взял кольцо со стола и надел его на палец. Кенни и Крис некоторое время смотрели друг на друга, а затем одновременно отвели глаза. Оба понимали, что не в состоянии что-то изменить. По сути, сейчас Кенни является пленником церкви, и он обязан делать то, что они говорят. Иначе последствия будут катастрофическими. Кенни был уверен, что у церкви есть свои пронарии с духовной праной, способные подчинять разумы людей. Его страшила мысль, что на него натравят такого пронария. Он только избежал опасности быть подчиненным третьим святым, и сейчас появилось новое. Были и другие возможности, различные артефакты, препараты и иные способы воздействовать на волю человека. Крис тоже все понимал, поэтому дед и внук на виду не выказывали никакого недовольства. Они вели себя естественно, не собираясь предпринимать что-то против церкви. Во всяком случае, пока. Сейчас церковь трех святых относилась к Кенни как к одному из возможных преемников святого. И сильно не давила. Единственное условие, которое Кенни должен был соблюдать, это не покидать виллу без сопровождения, что он и делал. «Пойду в лабораторию, продолжу работу над куклой», — предупредил Кенни. «Хорошо, я в город», — кивнул Крис. Кенни погладил кольцо. Он уже изучил его и нашел внутри свиток. В нем Крис должен был расписать, что именно сейчас происходит в мире. Кенни отправился в свою лабораторию, она находилась в отдельном крыле виллы. Лаборатория представляла из себя несколько помещений со множеством прана артефактов, предназначенных для помощи в исследованиях. Многие из них Кенни увидел впервые, попав сюда. Ему пришлось немало времени потратить, чтобы изучить все артефакты и научиться ими пользоваться. Святой город раз за разом показывал Кенни, насколько сильна разница между ядром прана мира и тем захолустьем, откуда он прибыл. Лаборатория, наполненная удивительными устройствами, товары в магазинах столицы, настолько редкие, что приобрести их в долине холмов или даже области малых гор практически невозможно. Сила местных пранариев, тысячи великих генералов и сотни маршалов. Кенни принял эту разницу и пользовался новыми благами. «Фердинанд, как дела?» — спросил он, надевая белый халат. «Все так же», — равнодушно ответил прана червь. Кенни кивнул и сел за свой стол. Он развернул свиток, который ему подготовил Крис и внимательно его прочитал. Нахмурился. Новости не вселяли оптимизма. Миллионы прана зверей покинули драконьих хребет и хребет безумия, и атаковали весь восточный горный покров. С запада на восток, с севера на юг и с юга на север три смертоносные волны разрушали все на своем пути. Больше всех пострадали дикие равнины, самая южная область горного покрова. Она была атакована сразу с двух сторон — с запада и юга. В диких равнинах и раньше было мало человеческих поселений. Но, судя по данным Криса, после волны прана зверей практически все люди были убиты. Долина холмов пострадала не так сильно, но дело лишь во времени. Десятки поселений у западной границы уничтожены, и прана звери не собираются останавливаться. Область малых гор и пояс средних гор также столкнулись с крупными разрушениями. Отдельно Крис описывал, как обстоят дела в Высокогорье. Как и дикие равнины, самая сильная область горного покрова столкнулась с атакой монстров одновременно с двух сторон — с запада — драконьего хребта, и с севера — хребта безумия. Уже уничтожены четыре города, убиты несколько маршалов и десятки тысяч пронариев. Очевидно, что разумные драконы, которые возглавили атаку, направили сильнейший удар именно по Высокогорью. Кенни окинул взглядом корявую карту, которую Крис зачем-то вставил в свиток. Покачав головой, Кенни убрал свиток и некоторое время хмуро обдумывал ситуацию. «Мне кажется, нам надо поторопиться», — пробормотал Ира. Кенни был согласен с ней. После того, как стало известно о проблеме в мире духов и нападении прана зверей, он выбрал в качестве своей основной цели собственное усиление. Кенни хотел как можно скорее стать великим генералом. Другими словами, создать три большие техники и сохранить их в источнике. Только когда Кенни станет великим генералом, Ира сможет выполнить план второй и подчинить мир духов. Святая не знала, успокоит ли это драконов, но была уверена, что если не поторопиться, ситуация станет еще хуже. Волна прана зверей — лишь первый акт трагедии древних. Кенни убрал свиток и пошел к задней части лаборатории. Там в специальных артефактных контейнерах лежали части его будущей марионетки. Торс, рука, нога — они имели грубоватые формы и небольшие размеры. Будущая кукла будет по бедро взрослому человеку, не более. Но Кенни потратил огромное количество камней праны, чтобы собрать нужные ресурсы. Хватило бы на десяток артефактов, подобных молоту Тора. И этот факт вводил Кенни в уныние. «Осталось не так много», — подбодрила Ира. «Еще три части, и кукла будет готова». Благодаря многочисленным искрам, которые Ира поглотила, она стала гораздо сильнее в мире духов. Сейчас Ира могла одна сражаться против элитных призрачных, ей не требовалась группа. Она уже собрала немало призрачных камней и искр, которые в теории могла обменять на реальные ресурсы. Но Кенни решил пока не торопиться. Сейчас цена на призрачные ресурсы слишком низка. «Лучше подождать, когда паника немного уляжется, и экономика нормализуется». Кенни хрустнул костяшками и приготовился продолжить работать над куклой. Он наклонился над рабочим столом и замер. С его носа капала кровь. Кенни, непонимающе коснулся верхней губы и посмотрел на пальцы. «И правда кровь. Но почему?» Он запрокинул голову и дотронулся до браслета, чтобы вытащить оттуда вату. «Что с тобой?» — тревожно спросил Ира. «Не знаю. Просто кровь пошла». «Странно. Это же ненормально, да?» Кенни не стал отвечать. Он был пронарием, его тело наполнено праной. У него не может просто так пойти кровь из носа, такого не бывает. Разве что его отравили или атаковали каким-то другим способом. Некоторое время Кенни потратил на то, чтобы проверить себя разными артефактами. Но он не нашел даже намека на внешнее вмешательство. Его никто не травил. «Не нравится мне это», — пробормотал Кенни. Кровотечение оказалось пустяковым и быстро закончилось. Но сам факт, что у него пошла кровь из носа, сильно встревожило Кенни. «Может, ты перенапрягся? Давай ты будешь больше отдыхать», — с волнением предложила Ира. Кенни покачал головой. Чутье не позволило ему просто отмахнуться от кровотечения. Оно твердило, что это очень серьезно, но Кенни не понимал, что ему делать. В итоге, тщательно все обдумав, он решил на время забыть о случившемся и заняться своими делами. Кенни очень надеялся, что это единичный случай, и кровь из носа не превратится в проблему. Хотя внутренне он сам не верил, что все будет так просто. Глава вторая. В лаборатории. Кенни сидел за своим рабочим столом и готовился к созиданию. Сперва он подал прану в стол. И тот слабо засветился. Весь стол — особый артефакт, который ускоряет созидание и облегчает весь процесс. Зарядив его, Кенни вложил в специальную выемку несколько прана камней. Затем взял тюбик с особой мазью и увлажнил ею ладони. Эта мазь тоже упрощает созидание, облегчает выпуск праны через ладони и помогает быстрее сконцентрировать ее. Закончив смазью, Кенни надел специальные очки. Несколько секунд он держал глаза открытыми, чтобы линзы наладили связь с мозгом через глазные яблоки. Очки помогали с визуализацией и были очень полезны при созидании. Несколько секунд Кенни сидел и моргал, привыкая к новым ощущениям. Затем он достал коробочку с таблетками и закинул одну в рот. Она тоже облегчала созидание. Последний штрих. Кенни высыпал перед собой несколько кучек песка. «Можно начинать», — пробормотал он. Расположив руки над столом ладонями вниз, Кенни направил в них прану. Стол засветился еще сильнее, на нем появились необычные узоры. Прана камни начали превращаться в порошок и полетели к ладоням Кенни, насыщая его созидание дополнительной энергией и облегчая процесс. Под ладонями Кенни медленно начал проявляться образ небольшой кисти. Горочки с порошком исчезали, сливаясь с образом и делая его более полным. Кенни созидал вторую руку своей будущей марионетки. Ира внимательно следила за ним. Брат решил развиваться в направлении кукольника, чтобы создать ей тело. Только ради этого он много часов провел за свитками и медитациями, готовясь к созиданию своей первой марионетки. Кукольники бывают двух видов. Первые — классические. Ими становятся пранарии с розовой праной, которые с помощью своей праны берут под контроль уже созданных кукол. Второй вид — кукольники-созидатели. Они сами создают себе кукол, которые подчиняются их приказам. Что классические кукольники, что кукольники-созидатели делятся на множество подвидов. Кенни выбрал наиболее подходящий для его цели подвид. Тот, в котором используются марионетки, внешне максимально похожие на людей. Кенни сразу решил взяться за самую высококачественную куклу, квазиразумную. Ира смотрела, как брат созидает руку, и вспоминала разговор трехнедельной давности. «Мне нужна материнская кукла», — задумчиво сказал Кенни. Он сидел в своей старой лаборатории в городе Золотого Камня и просматривал снимки, которые получил после сделки с марионеллой. «Материнская кукла? Что это?» — спросила Ира. «Это марионетка, которую кукольник создает по частям», — пояснил Кенни. «Затем уже по материнской кукле можно создавать временные куклы и по-разному модернизировать их. Они появляются сразу. Я пока сам не разобрался, как это все работает». Искру генерала еще не усвоил до конца. Кенни почесал лоб и продолжил. «Для создания материнской куклы используются самые лучшие прано-ресурсы из возможных. Но и строение куклы надо знать в идеале. Чтобы создать квазиразумную марионетку, ей надо присвоить каналы Нади, Падмы и Источник. Это очень сложно. Кукольники годами теорию изучают, чтобы правильно все сделать». «Но ты все из искр получил, да?» — уточнила Ира. «В основном», — кивнул Кенни. «Я поглотил около 70% искры. Мне кажется, у меня с первого раза получится создать марионетку, которую я хочу». «В человеческий рост», — удивилась Ира. «Нет, сперва мелкую сделаю», — задумчиво сказал Кенни. «Потренируюсь. Если все получится, то уже нормальную куклу создам. А на ней попробую технику временной сохранить». Но из-за последних событий планы пришлось изменить. На первое место встало ускоренное развитие. Кенни решил сосредоточиться на своей маленькой кукле и создать большую технику. Чтобы стать великим генералом, необходимо сохранить в источнике три большие техники. Кенни решил, что первой его большой техникой станет создание метательного ножа. Второй техникой он хотел сделать создание амулета. Пока не решил, какого именно. А третьей техникой — создание марионетки. Но чтобы все пошло по плану, Кенни должен купить множество драгоценных пран-ресурсов, с помощью которых он увеличит свой источник. «Закончил», — пробормотал Кенни, убирая руки. На столе лежала вторая рука куклы, такая же грубоватая и небольшая. Кенни ее аккуратно поднял и посмотрел на срез плеча. В нем легко угадывались поперечные сечения каналов Нади, голубые точки. Позже Кенни создаст специальный шарнир, с помощью которого скрепит конечность с торсом. Рука марионетки заняла место в специальном контейнере. «Завтра сделаю ногу», — задумчиво сказал Кенни, рассматривая свое творение. «А затем уже займусь головой». Голова марионетки — самый важный элемент. Именно в голову надо поместить ядро. Или по-другому — квазимозг. Этот элемент является самым ценным элементом в кукле. Кенни смог узнать способ его создания лишь благодаря искре генерала. И то он не был уверен, что до конца понял, как именно ему надо созидать этот артефакт. Закончив с куклой, Кенни проверил прана червей. В святом городе он перестал использовать червя-матку и свою кровь. Кенни наблюдал за теми образцами, которые сделал ранее. Фердинанд помогал в этом нехитром деле. На следующий день Кенни смог с первого раза создать ногу для марионетки. А еще через день сел созидать голову. Для начала требовалось создать основу — квазимозг. А уже вокруг него — череп и все остальное. Кенни достал из кольца небольшую коробочку и аккуратно открыл ее. Внутри лежал порошок, от которого исходил слабый голубой свет. Этот порошок — главный ингредиент для создания квазимозга. Его делают из высушенной разумной медузы, очень редкого прана зверя, который можно найти лишь на южном архипелаге. Сперва Кенни сделал заказ у марионеллы, но культ святого вора отказался искать разумную медузу. После Крис начал ее поиски по своим каналам в городе Золотого Камня. Но и там ждала неудача, слишком редкой оказалась разумная медуза. Найти желаемое удалось в святом городе, когда Крис более-менее обвыкся и получил жетон культа святого вора. Тетя Мона дала его Крису, чтобы он мог безопасно выходить с ней на связь. Благодаря жетону Крис узнал, где и за сколько можно купить разумную медузу. Ее продавал один чудак, торговец с редкими товарами. Кенни аккуратно высыпал порошок на стол, затем он зарядил стол праной и вложил в него столько камней праны, сколько смог. После этого высыпал на стол еще четыре горки порошка. Две горки, темно-серые, и две желтые. Они лежали вокруг голубого порошка. «Начинаю», — прошептал Кенни и расположил руки над столом. Прана вышла из его ладони и сформировалась в шарик. Голубой порошок начал медленно поглощаться, а вслед за ним в шарик полетела пыль из камней праны. Медленно начал формироваться образ ядра. Внешне он выглядел как маленький кристаллический мозг. Кенни чуть дрожал от напряжения. На лбу выступила испарина, дыхание участилось. Ему было тяжело держать столь сильную концентрацию. Созидание чуть не прервалось, когда на стол капнула кровь. Зрачки Кенни расширились, большой палец едва заметно дернулся. Но на этом все закончилось. Кенни взял себя в руки и перестал обращать внимание на капающую кровь, полностью сосредоточившись на созидании. Ира тоже едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Она очень переживала за брата и не знала, как ему помочь. Все ее надежды, что прошлое кровотечение было единичным случаем и ничего не значило, угасли. Кенни позволил себе выдохнуть, лишь когда квазимозг был создан. Но затем пришла очередь каркаса, самой головы. Все четыре горки порошка начали понемногу исчезать. А вокруг квазимозга проступил образ небольшого шара. Вскоре шар изменился и начал материализовываться, принимая вид головы. Не прошло и пяти минут, как на столе лежала голова марионетки. Человек с земли мог легко узнать в ней щелкунчика. Именно по его образу Кенни создавал свою куклу. Закончил. Кенни, до конца не верив в успех, пробормотал Кенни. «У тебя снова кровь пошла», — тоскливо сказала Ира. «Да», — Кенни спешно занялся носом. «Надо что-то с этим делать. Процесс созидания был на волоске от срыва». «Может, спросить у тети Моны?» — неуверенно предложила Ира. «Надо подумать», — рассеянно ответил Кенни, разглядывая голову куклы. Ему не верилось, что он закончил самую сложную часть. Но кукла еще не готова. Оставались шарниры, с помощью которых нужно закрепить конечности и голову на торсе. Шарниры — вторая по сложности работа после головы. По сути, каждая из них — это сгусток каналов Нади. И в каждом шарнире должна быть падма, тонкая работа. Но Кенни был уверен, что справится с ней. В следующие три дня он занимался только шарнирами. Вестей новых не было. Прана звери продолжали атаковать людские города, но те пока успешно отбивались. С сестрами Кенни тоже не виделся. Кластер выполняла задания культа, а Фластера сопровождала караван, как владыка монстров. За сестер Кенни не переживал. Их прикрывали пранарии культа. Фластера вообще притворялась дочерью великого генерала. Наконец, Кенни закончил со всеми шарнирами и собрал свою первую куклу. Когда все части тела были собраны воедино, тело марионетки слабо засветилось. На нем проступили тысячи линий, которые тут же потухли. Кукла медленно села, повернула голову к Кенни. «Хозяин!» — раздался в голове безэмоциональный голос. «Приказ!» Кенни выдохнул и улыбнулся. «Я создал квазиразумную куклу!» «Приказ!» — повторил голос. «Встань!» — приказал Кенни. Кукла щелчком встала. «Ложись и спи. Я разбужу, когда ты мне понадобишься». Кукла послушно выполнила приказ. Кенни несколько секунд стоял и молча смотрел на марионетку. Он сделал первый шаг — создал материнскую куклу. Теперь с ее помощью можно создавать полноценные техники кукольника. На следующий день Кенни пришел в лабораторию и разбудил марионетку. «Твое новое имя — Щелкунчик», — сказал Кенни. «Ты будешь жить тут, в лаборатории». «Господин, отдайте его мне в помощники. Попросил Фердинанд. Зачем тебе? Я сейчас все равно прано-червями не занимаюсь. Вот когда вернусь к ним, тогда и поговорим». Не слушая ворчания Фердинанда, Кенни обратился к Щелкунчику. «Сейчас я наполню твое тело праной. Не двигайся и ничего не предпринимай. Стой ровно». Кукла щелкнула челюстями и соглашаясь. Кенни приступил к делу. Он приложил обе ладони к вискам марионетки и начал вводить внутрь куклы прану. На теле Щелкунчика засветились полосы, но Кенни не обратил на это внимания. Он дождался, когда тело куклы будет до краев наполнено праной. Затем приказал. «Помогай в созидании». Кенни убрал ладони от головы Щелкунчика и расположил их перед куклой. Из его ладоней вырвалась прана и закружилась в вихре. Полоски на теле Щелкунчика засветились еще ярче, испуская практически невидимую пыль. Эта пыль втягивалась в вихрь праны. Она играла решающую роль в создании временной куклы. Кенни не нужно было созидать каждую часть куклы отдельно. Он создавал сразу всю куклу, точную копию Щелкунчика. Но, разумеется, с условием, новая марионетка сможет просуществовать ограниченное количество времени, а затем исчезнет. Не прошло и трех минут, как перед Щелкунчиком материализовалась его точная копия. Две марионетки синхронно повернули головы и посмотрели на хозяина. «Неплохо», — устало, но довольно, — сказал Кенни. На пол что-то капнуло. «Опять кровь идет», — испуганно прошептала Ира. Улыбка сошла с лица Кенни. Он стал серьезнее. Вытерев нос, он сказал. «Теперь пора решить вопрос с кровотечением». «Опять кровь идет», — испуганно прошептала Ира. Продолжение следует...